А в деревне Глядин Шарыповского района открыли новый корпус психоневрологического интерната. Строительство здания шло два года, на это было выделено больше 150 миллионов рублей. Зателение жильцов в корпус начнется в конце января. Все подробности в сюжете далее. Получается, да, у нас 20 кроватей таких многофункциональных, часть кровати деревянного исполнения. Так изнутри выглядит новый корпус психоневрологического интерната. В комнатах для будущих жильцов, противопролежневой кровати, в коридорах поручни для маломобильных людей. А для комфортного перемещения по трехэтажному зданию есть просторные лифты. На них из комнат можно спуститься в спортзал, творческую мастерскую или компьютерный класс. Все это предназначено для людей с особыми нарушениями здоровья, такими как, например, умственная отсталость или деменция. Одно из новшеств – это комната приема гостей, когда приезжают родственники к нашим клиентам и не толкутся в коридорах, не стоят на крылечке, спокойно могут попить чай с конфетами, пообщаться со своими родственниками, погулять с ними. Большая территория с благоустройством, такого, наверное, давно не делалось, а может даже в старых зданиях и никогда не делалось. Строительство здания велось два года. По федеральному проекту старшее поколение национального проекта «Демография». На это было выделено больше 156 миллионов рублей, 146 из них – средства федерального бюджета. Новый корпус рассчитан на 75 мест. Первые жильцы смогут заселиться уже в конце января. А пока директор интерната получил символический ключ от нового здания. Но открытие корпуса еще не значит решение всех проблем. Наоборот, накладывает дополнительную ответственность. Из-за увеличения числа жильцов актуальным стал вопрос о строительстве новой столовой. Для этого в бюджете уже заложено больше 140 миллионов рублей. Строительство столовой, рассчитанной на 100 мест, начнется в этом году по национальному проекту «Демография». В течение лета будут высажены и деревья. Я думаю, что будут обустроены клубы, цветники, спортивные площадки, баскетбольная площадка. Кроме того, коллектив выиграл президентский грант на обустройство здесь летнего кинотеатра. Хочу сказать, что я не так много встречал на территории России таких условий для пребывания людей как раз психоневрологическим профилем. Сейчас в Красноярском крае работает 16 психоневрологических интернатов. В них проживает больше 4,5 тысяч человек. Еще около 180 жителей региона нуждаются в постоянном стационарном обслуживании. Открытие нового корпуса в Шарыповском районе позволит сократить имеющуюся очередь в учреждения подобного типа.